У нас в республике и в целом в России очень жестко отслеживается ценовая политика. В республике цены самые низкие, и мы цены на молочную составляющую именно социальную корзину не поднимаем все это время. Производим молоко по старым ценам. То, что касается цены в три раза или в десять, вот ваши коллеги, да, еще раз хочу сказать благодарность каналу «Россия-24», достаточно профессионально в последнее время начинают показывать эти все темные проблемы. Вот, но некоторая надуманность все-таки, да, в себестоимости произведенного килограмма молока, она есть. То, что касается нашей компании, я представляю актив 460 тысяч гектаров земли, 29 молокомбинатов, 27 агрофирм, работающих порядка 20 тысяч людей, дойные по голове порядка 88, а общие по голове 88 тысяч, дойные порядка 50. То есть, достаточно крупное такое предприятие, в свое время один из самых крупнейших российских актрополдингов. Мы работаем на базе «Вамита-тостан», просто там, например, говорил, да, что вот были засухи и так далее, были проблемы у компании, сейчас он находится в постуе банковства. Это тоже отдельная тема для разговора, как и вот себе федеральные банки, которые оказывают поддержку, да, регистрированные в отшвы. Да, ну то, что касается отечественного производителя, его, конечно, нужно обанкротить, никакой политики в данном случае по сохранению актива нет. Мы знаем, что такое закон об англосе, предприятие закрыт, людей уволит, все активы распродают. Вот вам поддержка отечественного товаропроизводителя. Вот вам наши любимые, родные российские банки. Ну, это так, реплика, да, теперь вернемся к нашим текущим рабочим моментам. То, с чего я начал, на счет веселого молочного. Компания «Бэпси» и компания «Данон» на сегодняшний день на рынке Российской Федерации занимают, молочную, я имею в виду, порядка 53-60%. То есть вместе с белорусами там за 60 далеко. То, что касается моей компании и наших мощностей, мы в целом, если брать молочную рыбу Российской Федерации, занимаем от 2 до 5% и рост потенциала, он колоссальный. Достаточно сказать, что вот этот стан производит в сутки порядка 3 тысяч тонн молока, из которых в республике перерабатывается 2-2,5 тысячи. Остальное вывозится. Опять-таки, «Бэпси» давно, как мы окружены, заводами. Несмотря на то, что завод «Тольяй» всегда был закрыт, мы с этой трансставальной компанией за последние полтора года, по-моему, 8 заводов, закрыли в разных регионах, тем самым убив молочные отрасли. Наверное, вот я разговаривал с комбинатором Смоленской области, в Смоленске закрыли завод, нет смысла поддерживать молочное жилокомодство. Все сразу все умерло и затухло. С момента выкупа и минуты этих заводов, они в основном в России заводы все тут закрывали западные части и производство перевели в Белоруссию. Теперь вот то, что касается Белоруссии. Белоруссия – госмонополия на молоко. И за последние, там, условно, 10 лет колоссальные вложения сделало государство и огромные преференции в молочных отраслях. Достаточно сказать, что если стоимость производства у белорусов молока, как они заявляют, обдает 16 рублей, плюсом 8, какими государствами. Как можно с ними конкурировать? Потом, в открытой границе с Евросоюзом, там цена молока, в зависимости от страны, на наши деньги в переводе, порядка 14-16 рублей. Себестоимость производимого молока, это вот с акрофирмом, когда она только вышла, на прошлых год составляла 14 рублей. В этом году порядка 13,5. То есть мы работаем, да? Теперь дальше пошло молоко по дороге. Заплатили КСМ за довоз, заплатили... Пришло, кстати, на мой же завод. Причем могу сказать, что мы сутки перерабатываем 1200 тонн молока в день, 1200 тонн. Хотя мощность тени у нас для переработки порядка 2500 тонн. А может, простите вопрос? За 13,5 вы произвели литр, да? Я сейчас расскажу. Завод через расходы килограмм... Закупочная цена у нас на заводе в среднем по году составляет 20 рублей за килограмм. 6,5 рублей уже в день? 6,5 рублей оно уже добавлено. То есть 13,5 тысячи стоимость. Потом я у своей агрофирмы купил его за 18-20 рублей. Это вот плюс. То есть моей агрофирмой по прошлому году плюсом в 13-м только на молоке заработали плюсом в 1,5 миллиарда. То есть нормально. Можно жить, можно работать. Гругое дело, что вот по кредитам, когда мне, например, говорят, я к этому еще вернусь. Давайте мы дальше молока посредим, да? Если вам это интересно. А потом поразбуждаем о том, какой молочник вам все-таки висел. Ну вот, молоко зашло на завод в среднем по цене 20 рублей. Начинается его переработка. И все мы знаем, благодаря, в том числе, с детской массовой информацией, что на килограмм масла необходимо от 17 до 20 килограмм молока, на килограмм сыра необходимо 10 килограмм молока. Ваш коллега, кстати, он, видимо, молодой журналист, он сказал, ну, там, в основном, это вот на заводах молока, это минимальные затраты на фондопад труда, а не минимальные. Энергетика, СССР и так далее, и так далее, то есть они минимальные. Конечно, больше. Но, тем не менее, да, вы можете обратить внимание, Рустан Гугалевич вас пригласил на наш темп, там мы показательно развесили маркировку наших сыров, и я вчера с твоей рукой написал ту цену, которая на 4 июня стоит у нас по прайсу, опускается на нашу нашу продукцию с завода. С завода сыры у нас уходят от 240, от 229 до 490 рублей, самый дорогой сыр. А вы в Москве покупаете мой сыр, который я отпускаю за 240 рублей, в среднем по цене 650. То, что я отпускаю сыр, самый дорогой, это твердый сыр, который мы начали выпускать, а надо пармезаном. Рустан Гарим сказал, мы порядка 38. Акьюшек уже вели те, кто реальные импортозамещения, это МАЗ, ДАН, РИДАН, ДАУД, ЭТИЛИЗИТОР, плавленные сыры великолепные, йогурты, кусты, тилы. У нас великолепная линия здоровья, кстати, да, которую раньше в Советском Союзе продавали только в аптеках. Кто-нибудь помнит, вот из сидящих в зале, что такое Нарине, что такое Бифилайф, Бифидок, Ацитофийный напиток. Коллеги, подойдите, попробуйте, я думаю, потом вы будете требовать правильного чиновника, чтобы это все появилось на вашем магазине. Но теперь пополнить. Вот наш аналог пармезан, мы его назвали «Гордор», татарский билюкс, да, он стоит 490 рублей у нас завода, вы в Москве покупаете его минимум за 900 рублей. Я сейчас не буду рассуждать о полках, да, хотя можно было бы сказать, тоже в опытовых источниках, наш ритейл. Сейчас никого выделять не буду, надо с ними работать, правильно? Мы же только-только начали, а в фильме уходите в Москву и в Санкт-Петербург, но, тем не менее, из всего ритейла только X5, это российская компания. Все остальные тоже в шоке. Конечно, известно, да, вот какая продовольствие и безопасность. Дальше поехали, да, вот то, что касается, опять-таки, транслянных компаний, они молодцы, они задали нам тон, планку и так далее, нам есть на кого равняться, этому плохо, и тем более там действительно работают на жир и получают зарплату достаточно высокую. Но с точки зрения продовольственной безопасности, да, вот надо посмотреть, куда дальше все это идет. И продовольственная безопасность или там независимость, она может превратиться в продовольствие-независимость, потому что пессимистичный вот исход, да, этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, что рано или плохо, все более-менее нормальные сходы активы, сразу станет компанией, будут выкуплены, и мы будем слишком полностью от них зависеть. А вот давайте мы сейчас порассуждаем, да, опять-таки, про веселого молочника, или, например, про домик деревни. Представляете, да, домик деревни, нашей родной, российской деревни, вместе с бабушкой, мы продали американцу, компанию Pepsi. Французам продали вообще целый населенный пункт, вместе с собаками и кошками, это просто клаши. Кто-то об этом задумывается, когда приходит в магазин, и рублем своим родным голосует за продовольственную опасность или безопасность нашей страны. Причем я еще раз говорю против коллег из Pepsi и из Данона, я ничего против не имею, они молодцы, мы очень с ним не работаем. Но то, что касается продовольственной безопасности, сразу же тема такая задана, да, давайте мы посмотрим, опять-таки, открытые источники. Эти компании куплены примерно по той цене, сколько стоят эти вот уже новейшие оскоренные мистралии. Если французы не боятся войти на санкции, да, и потерять такие деньги, я бы не нравится, что за это кто-то ему пальцем еще, и скажет, ребят, а давайте вот вам компенсацию выводим, а вы заводы сотройте и уйдите из России. Где тогда будет веселый молочник, в чьих руках окажется в доме в деревне, или что будут делать кошки с собакой, и что с такомашек. Они любимые мои тоже герои, я на них вырос, вот матроски, как мне, песка, которого там на полнойке нашли, а он нам фикламы рисует. Вот они как бы, как бы эти фикламы и не былились. Ну, и то, что касается денег, есть нормальные, на мой взгляд, финансовые ресурсы для того, чтобы на таком, ну, действительно, в другом, высоком уровне, пациентную ставку по кредитам для товара, опять, и не держать. Ну, и же, там, мониторинг, все боятся вывода капиталов из России, да, что там, долг и так далее. Ну, давайте связанный кредит на оборудование, потому что без высоко технологичного оборудования, да, конкурировать в этой сфере, я думаю, не только молочный, но и любой. С компанией мы знали, просто невозможно. Просто невозможно. Если не будет, мы все говорим, господдержка, господдержка. Тут не господдержка нужна, нормальная какая-то свеженная политика и нормальный трезвый взгляд на эти вещи. В конце концов, что кто-то не так вот с кандачка пришел, к выставку посмотрел, по плечу у нас похлопывал и ушел, а кто-то реально погрузился в проблему. В принципе, большому ума не надо, достаточно так, час-полтора с нами пообщаться, соседи, и картина станет очевидной, там просто как дважды двадцать четыре. Ну, по большому счету, об этом можно разговаривать до бесконечности. Я благодарен своему президенту, что он разрешил мне все-таки сказать эту общую правду. Но хотел бы, по-честному, да, по-честному, но хотел бы еще рассказать коллеге, что в Татарстане, конечно, мы себя чувствуем достаточно комфортно. И это не потому, что здесь мой президент, а потому, что действительно республика вкладывается в инфраструктуру по полному параду, да. У нас есть программа по жилью для молодых специалистов, то есть я привлекаю, например, к себе от всего специалистов молодых, зоотехников, ветеринаров, агрономов, для них строят жилье. Для каждого отделения у нас продолжена асфальтированная и бетонная дорога. В каждом населенном пункте у нас действительно есть есть Ветерский, Апушевский полк, у нас есть клубы и так далее. Мы очень сильно работаем по молодежи. Достаточно сказать, что у всех сельских вузов и сельхозакадемий, которые у нас находятся в столице Казани, обучаются целевые студенты, которых мы потом возвращаем на родину. С удовольствием молодежь остается, потому что как бы инфраструктура и уровень жизни на селе достаточно высокий. В этом плане огромная поддержка нашего министерства сельского хозяйства поработает, что передо мной сидит. Мы вместе с ним занимаемся этими проблемами, да, о которых я сейчас говорю. И, коллеги, если есть у вас желание, когда вы продолжаете вводить инвестиций, куда-то вкладываться, конечно, это учительство, но на третьем месте я бы сказал, что это республика Татарстана. Поэтому добро пожаловать. Ждем вас к себе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...